Первый подход, небольшой, что называется, пристрел. И вот топор Евгения Лаптандера уже летит в коридоре между сигнальными флажками. Попытка засчитана, на разговоры времени нет. Надо готовиться ко второй, говорит спортсмен, и убегает. Я не могу. Я когда сейчас буду? Как метнуть? Высоко, колуном или на крыло? Каждый многоборец самостоятельно подбирает удобный угол наклона топора. Ведь от этого зависит дальность полета. Они уже дома натренированы. Тут только им стоит показать результат. У каждого свой топорик, у каждого топорик свой угол. Каждый уже знает, как метать. 80 многоборцев со всего Ямала, и каждый рассчитывает стать лидером. Сейчас у меня будут летать в начале юноши, 16-17 лет. У меня там два спортсмена. Готовились. Думаю, будет хороший результат. Соревнования проходят на льду реки Поляпты. Сегодня здесь сильный ветер. Порывы достигают 14-18 метров в секунду. Как говорят и спортсмены, и судьи, это только на руку. Способствуют продолжительности и дальности полета и само строение топора. Топор устроен так, что у него, как крыло самолета, есть понятие подъемная сила. И вот за счет ветра и подъемной силы топор дальше лечит. Он планирует. Новый снаряд к соревнованиям сделал Илья Яптик из Ярсали. Главное, соблюдены пропорции и вес. Не менее 350 граммов. Я его недавно сделал. Вот не знаю, как полетит. Вот железка, обычно. И дерево. Вот рубанку у нас рубал. А вот рекордсмен Ямала Юрий Лаптандер решил не рисковать и взял свой счастливый снаряд. На предпоследних соревнованиях он принес Белоярцу победу. Мужчина метнул его аж на 315 метров. У меня сейчас 365 граммов. Я особо нет, у меня ветровой топор. Я вот право кидаю, потом ветер просто сам несет. Кто стал победителем в метании топора, судьи объявят чуть позже. А те, кто наберет большее число баллов по пяти видам северного многоборья, войдут в сборную Ямала. Вера Дронзикова, Александр Хиля. Время Ямала. Салихард.